Вы знаете, московское правительство в последние лет 8 ведет очень открытую информационную политику. Поэтому я думаю, что у любого горожанина есть огромные возможности узнать то, чем дышит стройкомплекс Москвы, куда инвестируются деньги городских бюджетов и бюджетов девелоперов. Знаете, я вообще за открытые границы. Это позволяет обмениваться компетенциями и, знаете, повышать вот такой вот интеллектуальный градус жизни. Хотя, конечно, очень хотелось бы, чтобы был и обратный тренд, чтобы московские архитекторы или российские архитекторы что-нибудь делали на площадях Нью-Йорка. Поэтому за открытость, да, но за взаимопроникновение культур. Транспортная инфраструктура города, организм несколько более сложный, чем просто вновь открытые станции метро. Все-таки Москва сделала большой анализ своих потребностей и, к счастью, пошла в том направлении, в каком должна идти с точки зрения логики. То есть логики анализа, выявления причин того коллапса, который у нас случился уже практически 10-15 лет назад, к которому мы пришли достаточно уверенно. И хорошо, что мы, понимая эти причины, стали с ними бороться. В первую очередь, это, конечно, несколько иная дорожная сеть. Во вторую очередь, это развитие общественного транспорта, не только метро. И в третью очередь, это, к сожалению, столь жесткая и неприятная штука, как ограничение приезда в центральную часть города путем назначения крайне высокой платы за городское парковочное место. Но, с другой стороны, какие-то действительно направления поехали гораздо лучше и время, которое мы проводим в автомобилях, в среднем, я бы, наверное, сказал, что сократилось. Вы знаете, у нас, к сожалению, Москва имеет крайне мощный антипиар вместе со всей страной. То есть то, что мы видим, люди, которые посещают Москву, приезжают, например, на тот же чемпионат мира по футболу, или наши бизнес-партнеры, которые приезжают к нам на переговоры, они влюбляются в город. А в то же время, когда ты приглашаешь человека, который не был в Москве, и никогда говоришь, что приезжайте, первый вопрос, у вас не страшно. Можно приехать к вам? Я должен надеть что? Бронежилет? К чему я должен готовиться? Поэтому, к сожалению, мы черно-белые. Мы в глазах потенциального посетителя города и за рубежом или очень страшные, или очень красивые. Наша компания была одним из финалистов архитектурного конкурса. Поэтому я, конечно, в курсе и программы, и источников ее финансирования, и примерных объемов реновации в квадратных метрах, которые предполагается осуществить. То есть, достаточно детальные знания. Инвестиционная привлекательность Москвы, безусловно, вне конкуренции в России. И местный бизнес, конечно, с большим удовольствием приходит в город, создает новые рабочие места, борется за место под солнцем, участвует в конкуренции. То, что касается места России в мировом рейтинге привлекательности инвестиций, то, к сожалению, оно сейчас крайне незавидное и несоответствующее. Ну, реальным возможностям нашей страны, с талантливым населением, технологиями, образованием, которые мы сейчас имеем. Вот, поэтому тут мы опять черно-белые. Вот, но есть один нюанс. Вот, в нулевых годах, вот, иностранные инвесторы, которые в те времена очень хотели инвестировать в Москву, вот, они приходили и спрашивали, что же вы все время хотите иностранных денег? Что же вы сами-то не инвестируете? Вот мы добились, теперь мы инвестируем сами, вот, а их осталось крайне мало, и если они остались, то это те игроки, которые уже с большим опытом инвестиций в Real Estate в России.